Дорогие друзья, всем привет, с вами снова я Денис Хагов, магазин Талфпорт Юси Сейл Шоп. Давно ничего не было слышно, причина тому, я сообщал в последнем своем таком анонсе, именно то, что я делал Гранд Тур с последними четырьмя колесами, на которые я делал обзоры V13, EX30, Sherman S, Commander Pro, самые топовые продукты на 2023 год. После того, как я сделал обзоры, я анонсировал, что я поеду в тур по Европе с этими колесами и покажу в многих странах, поделюсь своими ощущениями и покажу эти колеса людям. Мне, конечно же, также было очень интересно посмотреть вообще, как моноколесники по Европе живут, что за комьюнити там, как они вообще, то есть как это все происходит, на чем они катаются. И, конечно же, мне также было очень интересно услышать именно мнение этих людей, поэтому и была идея съездить, прокатиться, познакомиться поближе, пообщаться вживую, услышать мнение людей и также предоставить им возможность протестировать самим после моих обзоров, потому что действительно много подписчиков моих в Европе, смотрят и на русском, и на английском языке, поэтому я им привез эти колеса, и после того, как они увидели мой обзор, они имели возможность вживую на этих колесах прокатиться и сравнить мое мнение с их мнением. Так вот, сегодняшний такой обзор, даже не то чтобы обзор, это как бы больше то, что я, наверное, просто хочу с вами поделиться своими впечатлениями об этом туре, и он будет вообще такой вот, как бы обзор, монолог, он будет состоять из трех частей. То есть первая часть именно я поговорю о своем путешествии по Европе туре, расскажу о комьюнити, которой там существует, сообщество этих моноколесников, расскажу о них, расскажу, как это все происходило, и поделюсь также их впечатлениями, их мнениями. В общем, расскажу об этом все. Во втором обзоре я хотел бы немножко затронуть именно тему того, то есть, что мне вышло больше покататься в теплых странах, особенно в Италии и во Франции, мне вышло больше покататься на всех этих колесах различные, я устраивал там такие поездки по различным типам дорог и так далее. Больше, да, и хотелось бы именно подчеркнуть здесь, да, вот, то есть, когда я уже с этими колесами накатал достаточно много, там проехал не одну сотню километров на каждом из этих колес, поделиться, да, своими такими окончательными впечатлениями, рассказать вам, да, что поменялось, что не поменялось у меня с моментом моих тех обзоров, что я снимал. И последний момент, да, хотел бы, конечно, с вами также поделиться, и именно рассказать, и обсудить, и выразить свое мнение по поводу тех новинок, которые были представлены за тот момент, когда последний раз я снимал обзоры, пока я находился, скажем так, в путешествии, да, мое личное об этом всем мнение. Ну что, поехали! Первый, да, момент, то, что хотел бы, да, подчеркнуть, чтобы вы понимали, то есть, я побывал, да, с этими колесами в Латвии, в Риге, я побывал, также делал презентацию в Вильнюсе, в Литве, также делал презентацию в другом городе Литвы, Щауляй, потом, значит, я поехал в Варшаву, в Польшу, сделал презентацию последних колес там, после Варшавы я поехал в Чехию, в Прагу, сделал презентацию там, после Праги сразу же переехали в Бурно, сделали презентацию в Бурно, это тоже чешский город, второй, по-моему, по величине, если я не ошибаюсь, после Чехии мы поехали в Венгрию, в Будапешт, сделали презентацию там, после этого у меня было несколько свободных дней, мы переехали на север Италии, к озеру Гарда, отличное курортное место, советую, очень рекомендую, если у кого будет возможность, да, и желание посетить это место, действительно прекрасная природа, горы, есть где покататься на моноколесах, и по бережью, и по горам, и так далее, в общем, все было очень интересно, там я имел возможность тестировать все эти колеса, да, я по очереди их брал, на них катался, также после этого мы поехали, сделали презентацию в Милане, в Италии, в Милане, да, сделали там презентацию, после этого я также поехал немножко еще отдохнуть, а и покататься именно по югу Франции, это Ницца, там доезжали фактически до Монако, и также ездили в Канны, то есть все это побережье, все эти маленькие городки, которые там находятся, деревушки между ними, и горы, и так далее, тоже там это все я и скатал на этих колесах, поэтому, как бы так, собирались мы ехать еще в Швецию, но так уже вышло, что именно когда мы уже находились в Германии, уже должны были, то есть уже дальше продолжить свой путь в Германии, сообщили наши шведские друзья о том, что у них выпал снег, чуть ли не по колено, холодрыга, гололед, температура минус 7, минус 8 градусов, днем, в лучшем случае, там температура где-то около минус 2, там минус 1, то есть и снега целая куча, витрила, в общем, приняли решение не ехать, потому что показать колеса не вышло бы, в таких условиях невозможно, что-то посмотреть, показать и так далее, поэтому так пришлось вернуться, пришлось вернуться обратно в Литву, ну и закончить на этом свой такой гранд-тур, просто я вам объясняю картину, чтобы вы понимали, о каких странах и о чем пойдет речь, вот, единственное только что, да, я сказал как бы Латвия, я сказал про Шауляй в Литве, эти потом два города, то есть я их потом, то есть это было сначала, я поехал в Варшаву, а уже под нормальным путем я съездил в Шауляй и в Латвию, потому что так было запланировано по кругу, что мы должны были со Швеции переехать в Эстонию, и потом уже с Эстонии проехать тогда в Латвию, и потом в Шауляй, ну так что, понимаете, там немножко было изменение в маршруте, ну не суть да дело, и, так говорится, не особо это важно, да, поочередность, просто что, начиная, да, с этого тура, что именно поехали мы в Варшаву, в Варшаве ребята уже видели до этого, в E13 мы их заранее послали в наш варшавский офис, поэтому для них ничего нового там не было, Sherman S, также они все уже видели, уже успешно на них катаются, поэтому главное, что им было интересно посмотреть, это EX30 и именно Commander Pro, и тут, конечно же, да, конечно же, варшавские ребята приехали, также я там встретился с Адамом в Ронгвей, кстати, мне вот тоже здесь не такая сразу же оговорочка, пока не забыл, что вот последний обзор Адама, кто не видел, вот ссылочка, да, можете посмотреть, тоже вот он рассказывает, рассуждает именно о индустрии моноколеса, куда они все катятся, и я просто хотел сказать, что я, Адам, позрослел, как говорится, и в этом плане, да, то есть я подписываюсь под каждым его словом, что он сказал, и в этом плане даже, наверное, повторяться не буду, кто хочет, посмотрите его этот обзор, там просто я бы сказал бы ровно все то же самое, что сказал и он, поэтому молодец Адам, наконец-то, говорится, подрос и вырос, и наконец начинает человек рассуждать правильно и трезво, поэтому действительно рекомендую послушать, посмотреть, человек говорит годные вещи, поэтому с ним тоже так же я пообщался, в общем, покатались люди на Commander Pro и на EX30, то, конечно же, ну, больше всего, то есть, опять же, да, EX30 это колесо для экстремалов, для тех, кто хочет выжимать, я это говорил в своем обзоре, и тут, как бы, польское комьюнити, вот именно те, да, кому надо наваливать, да, они прямо сразу все, да, сразу все влюбились в EX30, именно за его эту мощность, и динамику разгона, торможение, то есть, все сразу же это дело полюбили, да, и колесо действительно ребятам понравилось, единственное только что, скажем так, польское комьюнити не очень сильно доверяет компании Begoda, то есть, со всеми ихними косяками, они как-то вот все отошли, и вот самая основная ячейка польского такого активного комьюнити, вся катается на Sherman'ах, Sherman Max, Sherman первого поколения, и вот сейчас стали некоторые пересаживаться уже на более современные Sherman S, и также, возможно, некоторые из них рассматривают вариант купить паттен, именно в плане того, что им нравится качество компании ветеран, они им доверяют, они знают, что эти колеса, как бы за исключением Abrams'а, да, Fiasco Abrams'а, все колеса компании ветеран, долго катаются, без всяких различных проблем, то есть, не составляя проблем своим клиентам, своим пользователям, поэтому ребята за это любят, они любят кататься много, все колеса у них забомблены, вы можете посмотреть на видео, там всякие подушки у них там, все там полностью кастомизировано, то есть, ну, видно, что ребята катают очень много, и катают достаточно профессионально, да, то есть, здесь проезжает очень большое количество километров, и опять же, мы тут с ними рассуждали, то есть, вот по поводу всех этих колес, потому что я вижу, что колеса с такими маленькими батарейками, там до 2000 ватт-часов, у них фактически нет, и как бы, вот объяснение всему этому было, то, что Варшава очень большой город-миллионник, да, и там различных тоже, как бы, ну, загородных, таких, как бы, полудеревень, населенных пунктов, где живут те же моноколесники, много, да, и даже окраина города, это тоже уже надо понимать, то есть, это километры, и как бы, чтобы им доехать до центра, да, вот Варшавы, чтобы всем собраться, доехать с разных мест, да, им надо проехать там, условно, там, 15-25 километров, в зависимости от того, кто где живет, то есть, вы понимаете, ребята, если хотят собраться, они проезжают 15-25 километров, им надо столько же километров вернуться, это уже 50 километров поездка, чтобы просто встретиться, а чтобы встретиться и покататься, хотя бы километров 50, им нужен пробег, колеса, минимум, 100 километров на одном заряде, чтобы хоть какой-то получить от этого всего удовольствие. И поэтому здесь они как бы ответили на этот вопрос, что просто они не могут использовать колеса с маленькими батарейками, потому что просто им не хватит заряда, чтобы даже скататься, навестить друзей, как бы с ними пообщаться, не дозарезившись где-то там уже, то есть, по месту прибытия и первой встречи. Поэтому логика у них такая, им нужны колеса с большими батарейками, с этим ничего поделать нельзя. Или тогда кто-то имеет какие-то маленькие колеса, и они у себя в своих районах, в общем, где-то там катаются. Но не встречаются друг с другом, потому что, по-моему, город большой, и просто это сделать невозможно. Командер ПРО, как бы смотрели к нему, но опять же, все то же самое, что я говорил в обзоре. То есть, я ничего такого с Варшавской встречи для себя подчеркнуть особенно не смог. Единственное только, что те ребята, которые катают не так агрессивно, и которых меньше вес, то есть, им как бы понравился Командер ПРО, что им немножко легче управлять, то есть, в плане того, что колесо легче, не такой мощный мотор, и вот им легче им, то есть, как бы, вот, ну, манипулировать, оперировать, да. Но, в целом, то есть, никто прям так, я не услышал ни одного такого, как бы, высказывания, что кто-то хотел бы себе оставить Командер ПРО. Вот такое мнение. То есть, говорю, были ребята, кто хотел оставить себе, как бы, ну, то есть, рассматривал вариант покупки EX30 из-за его мощности, потому что вот людям нужно это наваливание. Но вот про Командер ПРО такого не было. Вот. Это что касается Варшавы. И, конечно, там, да, температура была тоже в Варшаве, когда мы там приехали, что-то в районе, там, плюс 5 градусов, поэтому тоже так было прохладно. Сильно мы там долго не задерживались. Надо понимать, стоять на одном месте, там, больше, там, двух часов, как бы, на такой температуре действительно достаточно, достаточно проблематично. Вот. После этого мы поехали, поехали в Прагу. В Праге приехали ребята на разных колесах, да, и, как бы, город тоже не маленький, ну, вот, колеса, как бы, вот, то есть, у них они катаются все по-разному, и колеса у них у всех разные. Также надо было все-таки, стоило бы отметить, что в Чехии больше любят компанию Kingsong. Действительно, было много райдеров именно на S22 колесах, там, на других Kingsong'ах приехали. То есть, они, как бы, тоже, они все говорят за то, что нам нравится качество, нам нравится то, что не надо в это колесо лезть. Но, опять же, с S22, там, как бы, есть вопросы, но, тем не менее. Ну, вот, у ребят такой, такой в этом плане настрой, да, то есть, что там, вот, у них есть там 16X, есть 18L и SEL, причем эти колеса успешно, до сих пор, я понимаю, там продаются и эксплуатируются. Вот. Бигодами был один человек, там, с Румынии на V13, там, приехал, такой, работает курьером, с ним тоже познакомились, он просто узнал про наш МИД в Праге, так он, как раз, был проездом достаточно такой знаменитый в своих UFC-кругах в Европе человека, он работает курьером, и вот он поставил рекорд на V11 колесе, да, на Inmotion V11, в курьерной работе, за два года он проехал 50 тысяч километров, на V11, там. По-моему, если я не ошибаюсь, он сменил, по-моему, три мотора, ну, вроде бы, три мотора, в основном, проблемы из-за подшипников, и, по-моему, сменил одну батарею, то есть, один батарей, ну, одна батарея у него начала барахлить на этом протяжении, на таком расстоянии, по-моему, если я не ошибаюсь, так, так он объяснял. Одна батарея и три мотора, то есть, из-за этих подшипников, но надо сказать, что этот человек катался просто круглый год, в дождь, в снег, то есть, в любую погоду, он все время просто ездил на этом колесе каждый день, и вот проезжал, первый год он наездил 30 тысяч километров, и потом еще во второй год наездил 20 тысяч километров, и в честь этого ему компания Inmotion президентовала, подарила колесо V13, вот, и он, как бы, на нем приехал, и, вот, действительно, человек такой небольшого роста, небольшого веса, но он говорит, что ужить с этим колесом и работать в курьерной работе с V13 он бы не смог, потому что он слишком большой, слишком тяжелый, ну, ему, действительно, оперировать и ездить на этом колесе, ну, даже видно было, что ему достаточно тяжело, вот. Мнение людей по поводу, да, до тех, всех новинок, что мы приехали, да, много кому понравился Sherman за свои мягкости, и, опять же, тут стали, стали все разделяться, говорю, ну, вот оно, оно так вот уже, это и понятно было, тенденция, то есть, сразу же мне нравится, те, кто ездят спокойно, им нужен комфорт, да, комфорт, они сразу же, эргономика, комфорт, все сразу же Sherman S, и те ребята, которые агрессивные, кто там приехал на мастера, кто приехал на мастер про, там даже был, человек и на монстре, то есть, им нравится вот эта вот агрессивность, скорость, наваливание, и они, конечно, сразу смотрят только в сторону EX30, поэтому здесь опять два лагеря, одни EX30, другие Sherman S, и, опять же, V13 все прокатились, но, как говорится, прокатились, ну, да, и на этом, как бы, мнение у людей все, на вопрос, хотелось бы, рассматривался такое колесо в дальнейшем для покупки, никто не сказал, что хотел бы это рассматривать, это мнение людей, это не мое мнение, это мнение людей, и так же самое, опять же, то есть, команды про, вроде бы ничего, так все смотрят, но все равно, то есть, когда вот идет выбор, те, кто хотят комфорта, все равно хотели бы Sherman S, им там особенно не важно, 34 вольта или нет, к тем, кто хотел наваливать, Sherman S нет, слишком слабоватый для навала, и лучше EX30, поэтому так, в Бурно, да, в Бурно был большой МИД, очень много людей приехало, очень сильное комьюнити, там админ постарался, тоже созвал очень много людей, действительно, была большая классная тусовка, и тепло было, очень важно, чтобы было действительно тепло, и хорошо провели время, там уже, то есть, там были больше трех часов, уже действительно, уже мы устали, ребята на этих колесах накатались, просто уже там, ну, взад-поперек, уже там стали исполнять, в общем, всякие трюки, и решили мы, да, что пора закругляться, потому что колеса нужны были дальше, для демонстрации, так вот, и там так же самое, то есть, и там все то же самое, все на всем покатались, даже самые заядлые InMotion фаны, они все равно, наверное, там InMotion как бы, вроде и катались, и пытались прикататься, разгонялись, тормозили, то есть, пытались его понять, пытались кататься подольше, покататься, то есть, там было возможности, было место и разогнаться, и погонять, но все равно, то есть, люди как бы покатаются, ну, и прямо вот даже самые заядлые фаны, они прям так, ну вот и как бы нет, то есть и тут говорю, опять же повторяюсь то же самое, командор почему-то большинство как бы не рассматривает в основном, вроде бы говорю, вроде бы все неплохо с ним, но просто вот такой продукт понимаете, сделанный, то есть он ну если бы не было EX30, я думаю да, это можно было бы рассматривать то есть как вот, ну как современное количество, но когда есть EX30 то прям он ну ты своей мощностью, вот этой вот агрессивность, EX30 затнивает командор, и все эти недочеты с этим маленьким экраном и так далее, то есть с этой маленькой ручкой командора то есть, ну не оставляет ему, к сожалению, просто не оставляет ему место быть на рынке, то есть ну, зря так, скажем так компания Бегот то есть вот так анонсирует сразу два продукта один чуть хуже, чуть-чуть дешевле другой, ну, гораздо его мощнее и лучше в этом плане характеристик, и чуть-чуть дороже незначительно, и тут как бы, ну, место для покупки тот, кто хочет и готов потратить там, условно, 4000 евро ему там уже не важно, там 3600 или 3700 или 4 он потратит ну вы сами понимаете, да, то есть 300 евро роли не играет, человек хочет получить продукт, который будет ему по душе поэтому говорю, да, действительно классно провели время в Бурно очень хорошо пообщались услышали тоже людей люди тоже приехали вообще на разных колесах, там, то есть видно, что они как бы, то есть комьюнити дружное но, как я понимаю, так, чтобы они очень часто все вместе катались вот из тех людей, кого я видел наверное нет, то есть опять же есть какие-то группки там по 3-4 человека, да, на схожих колесах кто там на Шермане на Шерманах, кто там на С-22 и так далее то есть вот они как бы стараются тоже так вот кучковаться между собой то есть не было такого, что прям все такие приехали, то есть там ну, у всех колеса одного образца нет, было все по-разному в общем, классно провели время, да то есть опять же, результат, то есть результат все тот же, да то есть у нас доминирует Шерман С и доминирует у нас ЕХ-30 вот, после этого поехали в Венгрию тоже там имели несколько дней перерыва посмотрели город, ну я уже там был как говорится, то есть был, все видел, ну так еще разочек прокатились, посмотрели как что, тоже на презентацию действительно приехало много людей из других городов приехали люди хотели пообщаться русскоговорящих много приехало людей а и вообще, да, в этом плане Венгрия конечно же, да, ребята молодцы потому что мне вот, что хотелось бы отметить что даже по сравнению с Варшавой и всей Чехией, да, что Венгрия, Венгрия прям разговаривает на английском языке, то есть как бы и прям там, и они не стесняются и все подходят, все хотят пообщаться задают вопросы и то есть выходит, действительно выходит диалог, выходит пообщаться все так же самое происходило в Венгрии в плане того, что всем было очень любопытно посмотреть на этот В13 да, но кое-кто даже не смог на нем поехать потому что, да, говорю, большой вес и просто люди не могут даже начать на нем ехать вот, и опять же все то же самое, то есть ну, разделение идет ЕХ30, кстати, наверное даже Венгрия, я бы сказал бы наверное, даже больше всем понравился ЕХ30, как ни странно, да чем вот, чем Шерман Эрс это я даже так чуть-чуть чуть-чуть этот момент я заметил да, то есть, что вот как бы ЕХ30, им как-то вот они так ну, вот прям вот вижу кто встал, тот прям попер там, уже вижу по горам прыгает, скачет там туда-сюда, туда-сюда Шерман так берут ну, прокатится, прокатится да, мягко, да, мягко ну, так как-то все равно, то есть ну, большинство, говорю так как-то за ЕХ30 я так по этим по ощущениям смотрел вот потом, говорю, поехали мы поехали, поехали в Италию на озеро Гарда там, говорю бы ну, там огроменное горное озеро там возле, уже на самом севере возле Альп там очень действительно красивые места и там я уже сам начал да, тестировать больше эти колеса много катался на ЕХ30 катался также на Командере на Командер Про смотрел, да, разницу тестировал ну, вот, ну, вот, да вот, интересный момент то, что когда да, и вообще то есть, в целом то, что вы понимали да, итальянцы они, в принципе, народ такой, ну, достаточно наглый, грубый и такой жесткий да, то есть там даже культура вождения на дорогах она такая прямо ну, очень жесткая то есть, они прям все спешат они такие агрессивные постоянно то есть, ну я к чему это говорю что, когда ты выезжаешь на ПЧ, да даже вроде бы там на деревенскую ПЧ да, где там вот у тебя стоит знак 50 км в час то итальянцы там прям шпарят 80-90 по этой дороге то есть, и они никак не хотят смириться то есть, если стоит знак 50 ты едешь на моноколесе 60 они никак не хотят с этим смириться и они все равно норовят тебя обогнать прямо так облететь чуть ли не зеркалом зацепить и это я замечал то есть, они агрессивно так прям везде выскакивают из поворотов на кольца залетают то есть, вот это такое ну, чувствуется некомфортно так я вот покатался на командоре мне прямо так, ну стало чего-то то есть, как бы ну, я понимаю что мне неудобно да, и Sherman S я даже честно говоря там не вытаскивал вот взял EX30 взял EX30 и вот хорошо то есть, прям вот когда я вот то есть, заезжаю куда-то на кольцо да, там уже машина допустим, меня пропускает такие недовольные уже видно было я прям с кольца выхожу и прям носом в пол и погнал там 50, 60, 70 то есть, разгоняюсь прям так в гору, да то есть, чтобы вот именно быть в этом таком динамичном потоке да и так, конечно находились те кому все равно хотелось меня обогнать там еще на плюс 30 где стоит знак там 50 то есть, ну вот такие они ребята то есть, я к чему это веду что я когда стал так больше кататься на EX30 там, я действительно много провел времени и мы я даже с ним поехал именно в горную поездку там, по всяким скалам кататься горам вот этим таким, где вот именно земля из нее торчат прям такие глыбы камней мы там залазили на различные горы в общем там таким склоном катались интересно ну вот вы что-то видите, да на фотографиях то есть, где именно мы были пока я рассказываю чтобы вы понимали да о чем здесь вообще идет речь то в общем так пока покатался я так говорю дольше несколько дней на EX30 знаете, я его стал больше честно любить просто говорю вот за это вот его такую агрессивность эту стабильность когда я просто вот все время по ПЧ выезжаю и все ну просто пошел в навал в навал в навал постоянно и он прям так стабильно идет стабильно разгоняет стабильно тормозит после него когда становишься на командор он прям такой вялый то есть прям вот ну я прям чувствую что прям он ну не такой стабильный что касается оффроуда и гор когда вот дорога то есть она каменистая но она скажем не идет ни в подъем ни в спуск а просто вот более-менее прямая только вся такая как оффроуд знаете с камнями то на нем как на танке разгоняешься прям прыгаешь и 50 килограмм даже этих 48 с половиной килограмм честно не чувствуется то есть прям вот он стабильно идет как утюг и этот низкий центр тяжести очень хорошо и даже эти щеки мне честно говоря сначала за них переживал что я ими где-то зацеплю за камнем ничего я ими не цеплял не знаю все было годно никаких у меня здесь замечаний нету подвеска ну подвеска по подвеске я говорил как бы когда на ней два дня катаешься по горам ты к ней привыкаешь и кажется что вроде бы так она должна подвеска и должна работать но потом когда опять становишься на Шерман чуть-чуть проехал понимаешь что нет все-таки там подвеска так не работает но вот оно понимаете я это опять же к чему говорю к тому что если человек купил EX30 и на нем катаются допустим уже месяц да он скажет да что все нормально с ней что ты там Денису мне рассказываешь какие-то сказки все с ней отлично она отлично работает так я вот говорю я понимаю почему так происходит потому что человек ты когда привыкаешь тебе она вроде бы уже кажется и нормально нет там что там совсем такая печаль нормально ну вроде что там прыгает она амортизирует не дает и ботикам мне так сильно биться, коленки так не нагружаются, но говорю, как только ты становишься на Sherman S, то все сразу же все меняется, ты понимаешь что все, что было там, это вообще все не то, но зато зато мощность, так вот, по горам я натаскал этот EX30, но только когда говорю, когда надо уже совсем его затаскивать в эти скалы, но вот эта вся эргономика что нет этих ручек, и эту ручку надо постоянно стреливать, поднимать, то есть это колесо перетаскивать, потому что там просто бывает местами что, ну просто нельзя проехать там просто вот такие скалы и все по ними только ногами, так перепрыгиваешь с одной на другую, ну на колесе там ну на колесе там даже китайцы не проедут потому что эти скалы, они еще и как вытоптанные так они еще и скользкие, такие покрытые пылью, то есть там, ну там вообще очень опасненько вниз съезжали, так там ну в некоторых местах так было было дело, когда чувствуется, когда колесо начинает буксовать назад, то есть, ну вот, интересно мне, так что вот говорю с 30-м я начал сживаться, я даже так в какой-то момент мне начало так переклинивать что я думаю, что так прям, ну может мне все-таки заморочиться там с этими линками, с этим амортом начать играться, эти подушки все эти заказать, эти обклеить, его правильно там, потому что, чтобы было чтобы было годно там те же гризлопады заказать или что-то еще и вот, кстати, да, сейчас вот опять же, да, я перешел гризлопадам сразу же надо сказать то, что да, что мы сейчас делаем, мы договорились во-первых, с производителями Ниланови там этот, хулай маркет, или как он называется Ниланови, в общем, и с гризлой мы договорились, что при покупке колес у нас в ECCL Shop от 3000 евро до 4000, мы даем одноразовые купоны на приобретение продукции Ниланови и гризла купона 10% при покупке продукции у нас колеса от 4000 евро и выше, мы даем купоны двух производителей на 15% скидки, одноразовый купон на заказ в обоих, в обоих этих, в обоих этих производителей, так что имейте это в виду если будете что-то у нас покупать, не забывайте нам напомнить, что вы хотите получить купон с одноразовой скидкой на ваш заказ у двух этих производителей, с ними договорились подушки также эти мы использовали в горах на Командере, на V13, когда катались именно ставили и гризла, и ставили подушки эти кинетики, в общем у меня вот здесь вы видите, стоят на Sherman Nielanova педали такие дизайнерского цвета, они как они там называются не пластиковые, как нилоновые, достаточно очень хорошие педали, мне они понравились и вот эти даже подъемы, все мне здесь очень годно, и действительно они намного лучше, чем стоковые, потому что на Sherman стоковые педали ну мне так, как бы, я так как это колесо уже оставляю себе, мне как бы с такими педалями не хотелось бы дальше кататься, а эти педали Nielanova, они прямо классные, мне прям все, что мне надо и как не подходит, также вы видите здесь у меня такие подушечки, подушечки должны вы уже узнавать, кто живет в России, это у нас Mono Kustomais подушечки, которые сделаны для специальной модели для Sherman'а, заморочился, привез, классные подушки, я люблю мягкие подушки, хорошие здесь упоры, мне хватает для такого типа езды, как я езжу, мне такого хватает, но также говорю, использовал, катался Commander Pro с Grizzly, катался с Kinetik'ами, ну да, кто хочет агрессивнее, и наверное, если хочешь уже максимально использовать все возможности, всю мощность того же X-30, там надо уже не такие кожаные ставить, а ставить надо, наверное, вот уже продукцию, говорю, или Grizzly, или Kinetik'и эти ставить, не Nielanova, вот, чтобы прямо уже упираться там, то есть, потому что колесо имеет мощности, и вот тот же X-30, интересный момент бывает, там где-то в горе, когда там резко, и вот и так подъем, ты уже скорость у тебя маленькая, и потом подъем, допустим, еще выше, и просто, потому что колесо такое тяжелое, и эта мощность, как бы, если ты не наваливаешь сильно вперед, он еще и назад тебя тянет, как бы, пытается скатиться, то на более легком колесе здесь легче заезжать на такие горы, если оно легкое и мощное. На таком тяжелом, мощном, ты должен прямо вообще уже упереться носом, и это действительно, как бы, без подушек, это действительно очень страшно, то есть, ну, вы понимаете, когда у тебя камни перед лицом, да, такие острые камни, да, ты должен прямо так наклониться, чтобы, ну, чтобы вдавить, то, конечно же, тут нужны хорошие упоры, чтобы вот, ну, такой стиль езды, как бы, удерживать. Так что, говорю, покатались, все классно, зарядов везде мне хватало, действительно, фары светят X30 нормально, очень хорошо, не сравнить, как светит фара в командоре, в командоре какой-то ужас. Экран X30 вечером в несолнечную погоду и ночью видно прекрасно, днем даже экран X30 не видно вообще. Надо что-то с этим делать, там я видел такие фильтры желтые приклеивать, чтобы эти, как бы, чтобы не белый цвет был, чтобы хоть как-то можно было прочитать, когда светит солнце, потому что действительно не видно ничего на этом экране и здесь, конечно же, экран Sherman S и тот, что стоял в Шермане во всех этих ветеранах, то действительно он читабельный, его видно всегда и это мне действительно очень нравится. Он как бы простой очень, да, очень простой, но, то есть, его всегда видно и это действительно и этот заряд аккумулятора всегда видно. Вот как-то вот, вот как-то они так сделали, что это все, понимаете, видно и все это, как бы, ну, информативно и читабельно. Это мне действительно нравится. И пробег он показывает, и вольтаж, если надо показывает, ну, действительно, прям вот круто, да, то есть, круто. Вот этого даже не хватает реально вот в EX30, там это должны были, я считаю, они тоже уже давно понять и давно сделать. Вместо этого они сделали такие огромные цифры, вот такие огроменные, которые все равно днем не видно. И это, как бы, его такой косяк. Ну и, конечно же, да, EX30-го подушки по этим горам, там совсем негодное дело, просто мы не хотели структурно менять EX30-ый, сильно менять то, что его вид и так далее, потому что колесо именно, как бы, для презентации было, да, такое, какое оно есть, чтобы люди понимали, что они получат, да, то есть, не покупая и переделывая его, ну, то есть, вообще, изначально. Поэтому было такое принято решение, ставить его в таком стоковом варианте, чтобы люди понимали, что они получат из коробки именно, без каких-то там супер модификаций. Так вот, поехали, да, в группу, последняя такая серьезная презентация была у нас в Милане тоже собралось много людей, пришлось даже ограничивать количество участников, потому что в Италии есть ограничения также на массовые собрания людей в одном месте, да, то есть, если там больше 30 человек собирается в одном месте, и что-то они групповое делают, то для этого надо получать отдельные разрешения, то есть, и как бы там согласовывать с самоуправлением, и, в общем, никто не хотел этим заниматься, да и не было, наверное, таких средств, возможностей, поэтому приняли решение ограничить до 30 человек, но все равно приехало больше. Но, в общем, как-то мы это дело все пережили, люди тоже действительно хотели встретиться, хотели покататься, пообщаться. Итальянцы общаются много, после общения с итальянцами голова у меня была вот такая, болтают они действительно много, единственное только, что, конечно же, да, они, ну, то есть, меньшее количество людей говорит именно на английском языке, но, тем не менее, было там, было много, много из тех, кто приехал, те, кто говорили на английском, с кем вышло пообщаться, с кем не вышло, говорили через переводчика, тоже там, как бы сносно, вышло понять, вышло пообщаться, и вот там, в Милане просто приехали все на чем, кто на чем, да, то есть, на чем катается. Я там видел даже EX-20 крокодил, потому что я же так, так мы его и не имели, и не заказывали, я на нем не ездил, я катался на этом EX-20 крокодиле, а интересное колесо, ну, конечно, оно такое мягкое, плавно, так бархатно тянет мотор, интересно, но так-то, в целом, конечно же, да, колесо, правильно, что я его не имел, в общем, и это было правильное решение, и также, да, ну, я, ладно, потом об этом поговорю, в общем, также я покатался на S22 Pro, потому что также у нас, как бы, они к нам приехали, мы их все распродали сразу же, и действительно, я понимаю, почему S22 Pro стал так продаваться по сравнению с S22, потому что новый мотор, 4000 ватт, едет намного жирнее снизов, и прям то, что не хватало этому колесу, оно прям появилось в S22 Pro, то есть, ну, вот, оно стало прям тяговитое с места, и разница, она ощущается прям вот так, ну, в моменте, то есть, я встал, поехал, и прям, о-о-о, классно, классно, прям хорошо идет, к большой скорости он не развивал, слышал, говорят, что на больших скоростях, ну, потому что мотор стал более хайторговый, то есть, ну, снизов больше тянет, но видно, что у него эта мощность уже не такая на больших оборотах, поэтому говорят, что там он 70 набирает тяжелее, и с этим надо очень осторожным быть, но, тем не менее, по крайней мере, 70, ты думаешь, на S22 не надо, 60 вот так за глаза, но зато вот эта тяговитость, да, с его подвеской, хорошей подвеской, то есть, я имею в виду в плане работоспособности, не в плане живучести, это мы оставляем, подвеска хорошо работает, можно ее отлично настроить, то есть, в таком соотношении, плюс, что у него вес небольшой, там, 35 килограмм, действительно, это очень интересный продукт теперь стал, и сейчас я также об этом потом попозже поговорю, ладно, это тоже оставим, в общем, покатался в S22, мне понравилось, люди приехали там на переделанных, и вообще итальянцы, они такие, ну, то есть, вот, знаете, когда начинают собираться люди, да, то есть, они там все в шлемах, все там в черепахах, всяких защитах, наколенники, там, мотоботинки, все серьезные шлемы, перчатки, там эти все, всякие зеркальца, там, рюкзаки, то есть, они прям такие все, ну, заряженные, эти майки такие, как для красовиков, там, но они прям все такие подготовленные колеса, у них такие же все подготовленные, там, различные, там, Т4, мастеры, там, те же S22 Pro, там, на чем они только, в общем, не приехали, действительно, но, прям такие видно, что ребята там серьезно, в общем, катаются, и когда они там собираются группами, и где-то там за городом, они там наваливают, потому что они также объясняли, что в сам центр Милана они не лезут в полицию, лишний раз они дергать не хотят, поэтому они собираются и катаются где-то вокруг Милана, где меньше людей, где, может быть, возможно, больше природы, больше такого оффроуда и так далее, то есть, туда, где центр Милана, там, где куча людей, там, где куча машин, сумасшедший трафик, я в самом Милане был, все это сам, честно говоря, видел там, но там пешком ходить тяжело, там не то, что на моноколесе проехать, то есть, там реально столько людей, столько машин, что там пешком ходить тяжело, поэтому там в центре само колесо, я даже не знаю, насколько оно было бы нужным, если только это не в трафике, вот так между машин, но вот как они объясняли, что вот так в трафике между машин, типа в стиле Нью-Йорка, то в Милане такое, как мне объясняли, не прокатит, и там полиция очень быстро, ну, то есть, очень быстро вас успокоит, поэтому, говорю, стараются не провоцировать, так говорит, если ел спокойно, полиция их не, не на моноколесах так, ну, не трогают, просто надо вести себя нормально, так вот, так говорю, тоже они покатались, и, конечно же, опять же, вся та же самая история, всем было любопытно V13, все на нем прокатились, никто его не понял, все поржали что-то на итальянском, я там уже так, ну, короче, через два часа общения уже стал что-то понимать на итальянском, в общем, когда они ржут, показывают пальцем, понятное дело, что ничего хорошего там, от этого не жди, в общем, командор тоже тыркали, тыркали, мыркали, но тоже его так не очень поняли, типа, как мастер, только вот не мастер, а только вот чуть больше батарейка, так они его и не поняли, тоже оставили сторонку, но вот да, вот, конечно же, EX30-м они серьезно там занялись, и тут, опять же, да, их интерес, скажем, к самому Sherman S был минимальный, опять же, да, в силу того, что они там все валят, да, они там все валят, и мы вот когда тоже, потом уже, ну, конечно, когда ехало 35 человек там, это ладно, мы ехали все аккуратно, то есть, чтобы, ну, опять же, соблюдать правила, чтобы не было никаких у нас нюансов, в общем, никаких аварий, чтобы никого мы там не сбили из пешеходов нигде, не дай бог, поэтому ехали аккуратно, но тем не менее, все равно у них порывы куда-то вечно заскочить, заехать в какую-нибудь гору, у них-то не присутствует вечно эксперименты, и это заметно. И, а потом, когда мы возвращались обратно, то есть, там у нас вел проводник такой на мастере, ну, вот мы тогда покатанули по велосипедной, ну, там просто велосипедная дорога вместе с ПЧ, и она так то есть, то ее нет, в общем, мы там покатались, и я просто понял, да, как эти ребята действительно катаются, когда мы там просто 60-70 км в час пырем по ПЧ, но это было весело, в общем, да, ну, это и понимаешь, да, то есть, ребятам, ну, и они как бы вот тоже так, Sherman типа прикольно, но, так говорят, вроде как бы нам вот, ну, хотелось бы колесо более агрессивное, и когда они знают, что такие колеса более агрессивные есть на рынке, поэтому вариант для них с подвеской, и также как они подчеркнули, что эта подвеска в Sherman пробивается, если постоянно пробивать на этих прыжках, то она разваливается, это все знают, то как бы вот они подчеркнули, что все-таки EX30, да, для них более интересная модель, и вот такое вот, такое вот как бы осталось мнение, так что, вот такие вот мнения у людей, то есть, есть, говорю, два фаворита для более спокойных все-таки, Sherman S, об этом я уже объяснял в своем обзоре, для агрессивных EX30, я говорю, как побольше на нем покатался, стал понимать, о чем идет разговор, действительно, он мне стал больше нравиться в этом плане, стал больше нравиться, а на все остальные, как говорится, говорю, Commander Pro, считаю, уйдет в небытие, по уже по объяснямым причинам, что я уже объяснил, V13, я думаю, также уйдет в небытие, потому что, ну, из всех, кто на нем катался, во всех вот этих моих перечисленных странах, и вот прям никто не сказал, что прям вот V13, мое следующее колесо, хочу такое, буду копить или буду думать о покупке, так что делайте сами выводы, и мне действительно было приятно, что я вот очень, говорю, хотел услышать это мнение людей, потому что когда я вот здесь вам сижу и вещаю, да, это одно дело, но когда вот действительно вот я просто это взял, да, и сделал, я просто взял, поехал по Европе, встретился со всеми этими ребятами в разных странах, их выслушал, с ними пообщался, послушал их, я понял, что все, что я вам говорю, я вам говорю, и то есть этот курс, в котором я иду, рассказывает, ну, то есть про эти моноколеса, свои ощущения и свое понимание этого рынка, оно верно, и люди с этим, как бы, люди во всех странах, да, Европы, ну, не во всех, но фактически во всех странах Европы с этим, с моим мнением согласны, и меня полностью в этом плане поддерживают, и как мне объяснили, только поэтому меня смотрят и слушают, так что это важный момент, это очень важный момент, потом говорю, отдыхали, это я не хвастаюсь, я просто рассказываю, как это было, чтобы вы понимали, да, какие выводы мы делаем, да, и тут оттуда момент надо сказать по поводу моего Sherman S, да, в общем, через 55 км, а точнее, когда мы начали переезжать, то есть 55 км у него был общий пробег, да, то есть, грубо говоря, я там сделал обзор, на нем проехал там километров, наверное, сколько я на нем проехал там, а я даже, аж я не на нем делал обзор, просто на нем чуть покатался, там, только сравнил его с X-30, да, 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 я, наверное, сделал километров 20, да, ну, в общем, после того, как мы поехали из Варшавы в Бурно, да, я уже из багажника его достаю, смотрю, с правой стороны, с левой стороны здесь такая у меня лужа в багажнике, раз, 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 масло, начало вытекать масло через 50 км использования этого колеса, именно левый амортизатор, который отвечает за ребонт, и, кстати, по статистике интересный момент, что вытекает, вот у нас, то есть, не все шерманы вытекают, это первый момент, я же хотел сказать, это просто брак, это просто брак, и у тех, у кого вытекает, по крайней мере, по нашей статистике, вытекают только те амортизаторы, которые отвечают за ребаунд, не за компрессион, потому что здесь два амортизатора, один ребаунд слева, другой компрессион, дампинг справа, так вот, ребаунд вытекает, и вот он вытекал, вытекал, вытекал уже, как мы уже приехали, в общем, во Францию, да, он уже фактически совсем вытек, и уже с него ничего не текло, ребаунд вытек, перестал нормально работать, то есть, именно на отскок обратно, то есть, отрегулировать его уже в таком варианте не выходит, жду нового амортизатора, у нас они были, но вот тем колесам, которые надо было заменить, говорю, не всем, по статистике, там где-то из 10, наверное, 2-3 колеса, вот с такой проблемой, она обычно очень быстро проявляется, то есть, там буквально, говорю, там первых, там, 20-30, вот, 50 километров, и это ясно, да, что вот, или он течет, или он не течет, но вот, тем не менее, она есть, жду свой амортизатор, буду менять, также у меня вопрос вот по поводу покрышки этой стоковой, я как бы с ней вкатался, и вот иногда, когда на фроуде едешь, даже мне вот, как бы, она эта шипастая, вроде бы и ничего, но, тем не менее, у меня есть, если я не ошибаюсь, по-моему, Пирелли покрышка, по-моему, Пирелли заказывал, или Мишелин, не помню, в общем, я, наверное, ее буду ставить тогда, когда буду менять амортизатор, да, потому что, ну, как-то, вот, мне хотелось бы немножко побольше такой управляемости на большей скорости, к чему я это говорю, потому что катался, вот, когда мы приехали в Ниццу, и катались там из Ницы в сторону Монако, почти доезжали там тоже по побережью, по всем деревушкам, там, по горам, и почему только не катались, также катались в другую сторону, в сторону Канн, там ездили и по ПЧ, и быстро я там катался, и 60, и 70 км в час разгонялся на Шермане, все хорошо, все стабильно, просто говорю, не надо спешить так наваливать, с умом наваливаешь, хорошо он идет, главное, только говорю, его не передавливать, то есть, вот, именно коленками не упираться, и вот, когда ты, то есть, на нем там валишь, там, грубо говоря, 50-60, ты немножко отпускаешь, и потом второй раз опять на него навалишь, я знаю, что в такие моменты бывают вот на него запредельные нагрузки, и оно даже может отключиться, то есть, как бы, ну, то есть, я не говорю, что это количество слабы, просто, ну, если надо наваливать, то есть колеса лучше, и это, конечно же, X-30. На Шермане, говорю, покатался, вкатался, ну, по ПЧ на Шермане я бы не очень хотел бы кататься, если честно, ну, так, если вот прям надо, где-то между городками, где, вот, говорю, скорость ограничена, движение, там, идеально, когда она ограничена 30 км в час, ты там, едешь себе спокойно 40-50 вместе с машинами, удобно, когда 50 км в час, ну, французы еще водят так более спокойно, так вот, еще как-то с ними выходят уживаться, но, тем не менее, все равно, есть моменты, когда там начинается серпантин и горы, и эти повороты, ты там сбрасываешь перед поворотом, там, на Шермане, там, скажем, до 20 км в час, 25, и потом такой резкий подъем, и тебе надо, наверное, как бы наваливать в эти подушки, потому что подъем сильный, и ты понимаешь, что ты, как бы, надо с этим делом аккуратно, чтобы, не дай бог, не разложиться, так вот, это тебя постоянно заставляет, ну, напрягаться, то есть, ты постоянно об этом думаешь, ну, надо аккуратнее, надо аккуратнее, то есть, ну, тут не стоит играться. Может, конечно, сейчас на нем проехал что-то в общей сложности, наверное, километров 350 сейчас накатано, да, ну, из них, там, 50 накатали, наверное, клиенты, то есть, его 300 накатал на этом колесе я, ну, вот, возможно, надо больше покататься, да, чтобы понять, вот, где вот его эти лимиты, ну, вот, пока говорю, вот, не хотелось там себе наделать приключения именно за границей, поэтому старался аккуратнее кататься, но, тем не менее, говорю, на EX30-м у меня таких ощущений не было вообще, то есть, от слова совсем, то есть, ну, просто вот наваливаешь, и тебе плевать, он просто все время едет, то есть, и вот это действительно, в EX30-м это действительно мне понравилось, это было классно, в Шермане, говорю, есть другие, особенно, когда мы на Шермане начали кататься там по побережью, там всякие камушки такие, там, скалы, там, со ступенек, всяких на ступенечки, и вот он такой прямо мягкий, то есть, я вот весь день на нем катаюсь, и там тоже, вот, потом поехали, говорю, в Канны, до туда вы доехали по городу, там, по всей этой брусчатке, по всему, там, всякие, там, замки эти, там, на горах смотрели и так далее, ну, блин, на Шермане одно удовольствие, то есть, он прямо такой мягкий, ты прямо вообще на нем просто плывешь, как на корабле, комфорт такой, ну, вот, как, ну, понимаете, вот, как вот, ну, на С-классе в Мерседесе, тут просто вот, говорю, ты приехал, вылез, и такой, чуть ли не с бабочкой, такой, прям, ну, довольный, я говорю, два типа, наверное, езды, знаешь, ты когда там такой приедешь, есть такой потный, замученный, там, знаешь, валил, там, 70, там, 80 с машинами, такой, ну, на адреналине весь, это такой наоборот, он весь такой спокойный, на комфорте, то есть, и вот, одна вот такая, как скажем, философия этих двух колес, она настолько разная, что, вот, ну, тяжело выбрать, говорю, действительно, я так, ну, даже сейчас я с вами разговариваю, я, честно говоря, так, ну, вот, у меня прям так 50 на 50, да, только я говорю, что, вот, единственное, что, ну, заморачиваться со всеми этими подушками, мне прям реально лень. Ну, посмотрим, может, еще я поменяю свое мнение, как говорится, все, лето еще впереди, сезон еще впереди, может быть, действительно, я поменяю амортизатор, покатаюсь побольше и поменяю свое мнение, кто знает, все может быть. Так вот, так вот, говорю, покатался, покатались, говорю, по всей этой, вот, ну, по югу Франции, везде, говорю, все посмотрели, комфортно, говорю, ездить, говорю, исследовать комфортнее на Шермане, эргономически всегда удобнее использовать Шерман, где-то, вот, говорю, там, встать, за ручку взять, там, и так далее, это все намного удобнее, устаешь меньше от езды, от самой откатки, меньше, конечно же, на Шермане, но, вот, говорю, проблема с дальними переездами, особенно, где мы там ехали с Ниццы в сторону Монако, уже почти доехали, там есть такие горные туннели, там уже скорость стоит 70, то есть, для машин разрешена, ну, вы понимаете, и там дороги узкие, машины тебя обогнать не могут, пешеходных дорог там, как бы, как таковых, нету, то есть, просто, вот, горный переезд такой, вот, две полосы, просто машины еле разъезжаются, да, и туннели такие в горах еще, ну, и ты, вот, едешь на том же Шермане, там, 70 тех же, да, выжимаешь, ты понимаешь, что для колеса это, фактически, уже, ну, почти предел там, да, то есть, я там, ну, не хотел бы 80 на нем, допустим, ехать, потому что, ну, это реально уже было бы зашквал такой, плюс там батарейка уже подсела и так далее, ну, вот, 70 предел, а тебя машины сзади поддавливают, потому что они же дают все быстрее, 80 елт, некоторые 90 елт. Так вот, они тебя поддавливают, я вот говорю, если вот не вот эти переезды и вот эти моменты, когда вот, ну, прям вот чуть-чуть, чуть-чуть не хватает, то, то, как бы, вот, да, было бы вообще идеально Шерба, ну, вот, ехать с 30-й там круто, круто. Ладно, с этим все поговорили, все рассказал, в общем, такое было путешествие, я говорю, все было классно, интересно, всех выслушал, самый главный для себя результат сделал, я на правильном пути, могу дальше с вами общаться, дальше вам говорить. Люди, ребята, поверьте меня, поверьте мне, люди меня поддерживают, вот вы эти все фотографии видите, так что люди меня действительно поддерживают, и все здесь в этом плане со мной более чем хорошо, кто бы что не писал, кому бы что не нравилось, ребята, извиняйте, извиняйте, unsubscribe, валите с канала, всех вам благ, но, тем не менее, я говорю правду. И в заключительной части, так как я уже соединил по мере разговора, как я сам уже это понял, я соединил обе части, да, первую и вторую, в заключительной части я хотел поговорить о поводу всех новинок, которые уже успели наклепать китайцы, пока я даже катался по Европе, это очень интересно, насмеялись, что как бы, ну, просыпаешься утром, и новое колесо на рынке, еще как бы не получил, те, которые произвелись, делают, но они что-то делают, и постоянно что-то новое выходит, и, то есть, как бы, и даже, честно говоря, то есть, ну, я уже об этом говорил, повторяться особо не хотел бы, но логику китайцев сильно не понять, потому что, вот, они думают, что вот таким способом, то есть, создавая новые продукты, там, очень быстро, они смогут, как бы, поднять свои продажи, и чем-то удивить комьюнити, на самом деле, то есть, это даже не то, что удивляет кого-то, то есть, это людей вводит в такой суппорт, то есть, люди не понимают больше, что им вообще надо выбрать, не понимают особенно разницу между этими колесами, и, действительно, новинки, не настолько новинки, чтобы, как бы, люди там, ну, которые, грубо говоря, купили, условно, там, год назад мастер, там, сейчас резко бросились все менять на что-то другое, то есть, и тут, опять же, да, еще есть и те, которые бросаются менять, заполнять вторичный рынок, практически, новыми, достаточно интересными колесами, как бы, и заделанными, и доделанными, и тут это все, в общем, так закручивается, что, и, честно говоря, частью даже и так же тоже это подтверждали все, ну, все комьюнити, которые, с которыми мне довелось общаться в моем туре, да, все то же самое подтвердили, что просто, ну, у людей реально и интерес пропадает уже к этому, к этим колесам, и они это уже так, за этим всем не следят, за всеми этими моделями, марками, и ты им там говоришь, они смотрят, то есть, уже профессиональные райдеры смотрят, что это там, как бы, там, как же, даже с тем же Commander Pro, то есть, ну, люди просто уже реально не следят, и им там надо объяснять, что это, как это, чего это, для чего это нужно, и так далее, то есть, и дальше, так я понимаю, если они будут в таком темпе дальше действовать, то так это все дальше и будет только хуже и хуже, в этом плане, вот такое мое мнение, так вот, так, первое, о чем хотелось поговорить, это Паттон, да, то есть, ну, он еще был представлен, анонсирован до моего отъезда, едет тоже ко мне, думаю, через пару недель, как я его получу, и тоже интересно было мнение некоторых райдеров, да, которые катаются на более маленьких таких колесах, небольших, но, то есть, они говорят, вот, а вот как-то, вот, на Sherman проехали, вот, Sherman за большой, да, вот, очень за большой, мне за тяжелый, вот, я хотел бы, может, Паттона, вот вы Паттон привезете, а вы покажете, и вот в этом плане, то есть, у людей такая, какая-то даже сочасти иллюзия, наверное, создается, в плане того, что они думают, что Паттон будет прям колесом намного легче, у меня такой иллюзии лично нету, потому что надо понимать, что Паттон весит 40 килограмм, вот, и там, если на него еще там, ну, все это нацепить, барахлишко сверху, да, то это там еще и будет и за 40 килограмм, Sherman S весит 44 килограмма, здесь 18-е колесо, ну, как бы там, 20-е, 17-е, ну, в общем, условно я так называю их, 18-е, а там 16-е. И тут тоже, кстати, интересный момент, вот, что там заявлено было именно эта хитрость, да, от того же ветерана, сейчас вот Бегода тоже на эту хитрость идет, пишет они, что вот там Commander Pro же там анонсировали, ой, извиняюсь, Commander Mini, господи, говорю, столько этих названий, я сам уже начинаю путаться, Commander Mini, сейчас совершенно недавно анонсировали Xtreme, Бегода Xtreme, в общем, и они пишут, что это 18-е колесо теперь у них, то есть по названию, я говорю, как 18-е, ну, 16-е, нет, 18-е, потому что покрышка больше, а идея в том, что как бы они перешли с велосипедного размера в моторазмер, и то есть, если в велосипедном размере там было вот раньше 16 на 3, это было как бы уже не совсем 16-е колесо, потому что 16-е колесо изначально это покрышка велосипедная 16 на 2,5, 16 на 2,5 это 16-е, там 16 на 2,5 тоже 16-е, 16 на 3 как бы уже 17-е получается, ну, по их мнению, потому что, я говорю, она жирнее, она шире, и больше мяса, так вот, они сейчас перешли на покрышку 12 на 3, то есть, которая, она как бы не 16 на 3, а на 12-е, это моторазмер, потому что в моторазмере 16 на 3, это получается 12 на 2,75, то есть, ну, 16 на 3, это 12 на 2,75, они сейчас стали использовать 12 на 3, и они ее назвали типа 18-е, так вот, я здесь специально вам покажу, да, то есть, вот эта вот покрышка, да, это стандартная покрышка от KingSong 18L, XL, да, это 18 на 2,5, а вот эта покрышка нового образца, которая вот ставилась на Т4, сейчас она будет ставиться на экстримы всякие, на паттоны и так далее, это 12 на 3, так вот, посмотрите, вот как бы, я даже, наверное, вот так поставлю, даже вам просто было понятно, да, то есть, вот разница, вот вы видите, вот здесь вот, то есть, вот как вот они считают, что, я не знаю, может камера, только что угол, как бы, ну, наверное, камера, угол, вы не увидите, ну, вы должны увидеть на видео, что вот здесь прямо, вот разница, вот она, если вот так даже вам поставлю, наверное, из-за угла, ну, вот так, наверное, будете видеть лучше, вот вы понимаете, да, это 18 на 2,5, а это, вот это вот 12 на 3, которая, как бы сейчас 18, но вот разница в протекторе, поэтому я не очень понимаю, как вот это 18 и вот это 18, когда между ними, там реально, ну, почти 2 сантиметра получается разница, я уже не говорю, а 18 на 3 покрышки и так далее, то есть они все еще будут больше и жирнее, поэтому тут моменты интересные, логика непонятна, но должны все понимать, что там не 18 колесо, там не какое-то непонятное колесо, ну, в общем, тем не менее, все равно она меньше, то есть по диаметру, она все равно получается меньше, чем даже получается именно стандартная 18 на 2,5 от King Song, да, даже не в этом дело, дело, говорю, в другом, что колесо получается, батарейка 2200 ватт-часов, то есть это получается батарейка, как у S22, потому что в варианте Паттона это 126 вольт, также, и такое же, то есть, ну, количество элементов получается, только же параллели и так далее, поэтому, такой же объем, капасити батарейки, 2200, не так уж и много, по теперешним меркам, то есть далеко в этом колесе, явно никуда не уедете, сказать, что это колесо, как замена чему-то, то есть, на чем ты ездил, там 30 килограммовому, когда она становится 40 килограммовому, она не будет легче, оно не такое, это не такое уж и маленькое, и легче, она, говорю, ровно на 4 килограмма, чем тот же Sherman S, только что, 126 вольт, и оно будет с места, наверное, рвать по горам лучше, но ход подвески там меньше, и амортизаторы там также меньше, поэтому, назвать его гордым, нет, ход подвески меньше, то есть, вы быстрее раздолбаете эту подвеску, и все удовольствие у вас закончится, цена у него высокая, я реально логики покупать Sherman S, допустим, или Patton, покупать, то есть, по логике Patton, я вообще никакой не вижу, но он говорит, вот люди, как-то вот они так, ну вот оно как бы меньше будет, может вот мы как-то на него сможем пересесть, я говорю, ну ты на Sherman S не ездил, ну и как тебе, ну, говорит, большое тяжелое, типа тяжелое, я говорю, ну так вот Patton на 4 килограмма легче, но говорит, не забывай, что с Patton нам это будет, меньше ход подвески, меньше диаметра, значит, меньше стабильности, и той же оффроудности условной, будет также меньше, потому что диаметр колеса меньше, и ехать там по тем же, ухабинам всяким, прыгать там по камням, будет на этом колесе тяжелее, поэтому говорю, здесь для меня логики мало, поэтому к Patton я отношусь, скажу, так себе, один демо мы везем, посмотрю, проверю, может я очень сильно поменяю свое мнение, но о чем, я сильно сомневаюсь, что я его сильно поменяю, в общем, это свое мнение по поводу этого продукта, но, на мой взгляд, это странное решение, и такой немножко странноватый продукт, то есть, вес Patton, на мой взгляд, должен был быть до 35 килограмм, и я это объясняю, почему, потому что, говорю, сейчас уже есть фактически доработанный, допиленный King Song S22, которое, в принципе, очень годное колесо, экономически, оно удобное, тоже на него можно ставить все эти различные подушки, и так далее, в нем хорошие моторы, и оно, ну, двадцатая, то есть, ну, восемнадцатая, двадцатая, то есть, на такой же покрышке, как и Sherman, это круто, и оно тяговитое, даже на таком, на таком диаметре, то есть, это реально, ну, годный, удачный продукт, и оно весит тех же, там, 35 килограмм, оно на 5 килограмм легче Паттона, то есть, а по цене, Паттон даже выйдет дороже, на две сотни евро, чем S22 Pro, ну, там, на полторы сотни евро, и говорю, в этом плане, как бы, ну, то есть, я здесь вижу явного победителя S22, потому что, на мой взгляд, оно, ну, во всех, по всем параметрам круче, хода подвески там больше, скакать точно на нем будет удобнее, оно легче, и оно двадцатая, в общем, и оно дешевле, поэтому, вот, как вы говорите, мне это странно, и тут, короче, вот, выходит этот мини, сразу же бегут, побежал там сверлить, быстро все там напечатали, болтами скрутили, мини, там тоже, я тоже так посмотрел, но опять, 134 вольта, вставили экранчик получше, то есть, команда Pro, они не заморачивались с экранчиком, вставили от РС, а тут, прям в мини, резко пришел нормальный экран, читабельный, да, ну, и, опять, и 134 вольта, да, 2400 ватт часов, типа, всего больше, валить будет еще круче, C38 без спиц мотор, в общем, ну, и вот они показывают все ролики, на колесо выглядит реально страшновато, там такой кирпичик маленький, с весом они сами до сих пор так и не определились, сколько оно будет весить, да, эту информацию они умалчивают, и вот опять, то есть, ты понимаешь, что, ну, опять какой-то полупродукт, который непонятно каких целей, по ступенькам они едут, видно, как это колесо постоянно батумится, то есть, оно складывается, и постоянно эти амортизаторы также пробиваются, насколько ЛБС, там этот мини будет рассчитан, тоже непонятно, потому что, если оно под китайцами, видно, на каждой кочке складывается, то как оно будет под европейцами складываться, я боюсь даже себе представить, даже не знаю, или будем мы его заказывать, потому что А2 мы уже не заказывали, неинтересный совершенно продукт, даже не хочу его смотреть, возможно, та же история повторится и с мини, я еще не уверен, но, скорее всего, оно так и будет, и будет оно так, только по той же самой причине, что они еще даже не начали отгружать мини, он еще только на стадии прототипа и тестирования, и тут Бигода представляет Бигода Экстрим, в которой они вставляют мотор от EX30 только без пизда, и там будет супер-мега мощный, на то тех же там 2400 элементах, ну 2400 ватт-часов, и опять у него там вес будет под сороковник, ну и вот, и опять, все это еще только 3D-рендеры, потому что они так спешили, так спешили, что даже не успели его сделать, куча ручек, куча железа, тяжелый мотор, если Т4 там уже под 35 килограмм весит, то этот будет в сороке, весить это, ну, к гадалке не ходи, опять оно тяжелое, и тут как бы, ну, и цена у него будет тоже достаточно высокая, тут как бы, ну, и опять же, да, то есть, тяжелое колесо, но маленькое и дорогое, и вот, и с маленькой батарейкой, и я такой опять, ну, я не понимаю реально, то есть, ну, я не понимаю, где, говорю, в каких условиях это колесо может быть применимо, допустим, чем, к примеру, даже не купить тот же обыкновенный мастер, да, который тоже 2400 ватт-часов, и он действительно хорошо едет, годно, и все с ним хорошо, и оно будет дешевле экстрима, но это 20-е колесо, не 16-е, там 17-е, я уже говорю, тут с этими покрышками уже тяжело объяснять, я уже объяснял вам, почему так происходит, непонятно, что они то так считают, то так считают, и сейчас цифры пишут, как попало, и говорю, мне это непонятно, ну, экстрим мы, конечно, привезем, надо будет это чудо посмотреть, говорю, насчет мини, я сильно сомневаюсь, здесь, говорю, опять же, я возвращаюсь, вот обзор Адама, я посмотрел, говорю, мне тут добавить нечего, я сейчас бы рассказывал, все то же самое, что рассказывает Адам в своем обзоре, про эти колеса, что это ведь и веса, и это направление производителя, оно совершенно непонятно, то есть, если они, если они делают легкое колесо, они должны сделать легкое колесо, до 30 килограмм, и как они там будут выкручиваться, это никому не интересно, если они не могут такое колесо представить на рынок, как какую-то альтернативу, легкого колеса с подвеской, да, то и не надо делать маленькое, тяжелое, очень тяжелое, очень маленькое, дорогое колесо, которое по своей, скажем так, подвеске, перформанс подвески, да, оно будет хуже, чем его, ну, старшие братья, да, такие же, как Мастер, там, такие же, как и EX30, и так далее, оно будет хуже, и по динамике, по стабильности на дороге, оно также будет хуже, емкость батареи, там, ну, по факту, особенно в сравнении, там, с тем же Commander Pro или EX30, батареи также меньше, то есть, говорю, разслеживаю, заполнить только рынок, говорю, различными вариациями этих колес, ну, я уже это тоже объяснял, для нас, как для дилеров, это действительно большая проблема, потому что, ну, не считая все эти батчи, да, и все эти там, недоделки, переделки, и когда постоянно люди хотят все время что-то новое, и новый, последний, свежий батч, и всем дилерам надо обеспечить все это дело деталями, это тоже все объяснял, это невозможно сделать, и клиенты злятся, и все злятся, и, в общем, сток держать нам также невозможно, потому что вот тот же Т4 сначала поменяли моторы, потом поменяли контроллеры, потом что-то там нахимичили еще с подвеской, а сейчас они еще поставили металлические кейсы, да, то есть, ну, вместо пластиковых, и вот сейчас последний батч с металлическими кейсами, тебе представьте, те дилеры, у кого есть там первые, вторые версии этих колес, еще как бы, то есть в наличии, что им делать, это большой вопрос, потому что никто эти колеса покупать больше не хочет, а дилеру заниматься переделыванием всех этих колес, ну, вы сами понимаете, да, что это, что это означает для дилера, поэтому это сложности, но производители нас не слышат, никого они не слышат, и они реально, вот говорю, настроены, вот именно так, завалить, вот как чисто вот, говорю, в китайском понимании, завалить рынок просто любым видом товара, чем больше, именно прокручивая через мясорубку, все тот же самый фарш из комьюнити, когда надо понимать, что как бы комьюнити так быстро не развивается, как бы, как бы хотели китайцы, но вот они по этому берут, и тот же самый фарш забрасывают в мясорубку, и опять крутят, опять крутят, опять крутят, но, как бы смысла в этом особенного нет, и говорю, что интерес у людей, люди, говорю, вот сейчас вот интерес конкретно появился у людей по Шерману Эс, и по ЕХ-30, больше, говорю, из огромного модельного ряда колес, которые вышли на рынок, интерес у людей нет никакого, поэтому нам везти эти продукты, также нет никакого смысла, только что говорю, мне ради спортивного интереса вам, как я сейчас вам рассказываю про эти продукты, что я там ожидаю, и что там от этого всего будет, то потом я вам и только это все дело подчеркну, что, ну, ребята, так оно и есть, если я еще скатаюсь по Европе, то я услышу тоже мнение от людей, вот оно, предвидительно в таком, то есть, ну, в такой системе, в такой схеме теперь это работает, ну, я, наверное, понимаю, что китайцев успокоят только то, что просто люди перестанут покупать их продукты, и тогда они, возможно, они тогда хотя бы немножко думаются, начнут опять нас слушать, и начнут, сядут, как говорится, начнут что-то делать годное, и представлять людям что-то интересное, и тут говорю, последний от King Song, S-19, это, ну, то есть, это вообще без логики, да, это вообще все без логики, я, честно говоря, был ошарашен, да, этим, то есть, ну, уж, как бы, King Song, там, ну, то есть, даже в самом названии, то есть, я уже, ну, если даже не углубляться, начать только с названия King Song, S-19, любой человек, у которого есть какие-то азы логики, да, и он не совсем полная обезьяна, он должен понять, что был сначала King Song, S-18, потом должны были сделать King Song, S-19, и потом, возможно, да, следующее, ну, поколение колес, это King Song, S-20, да, то есть, это как бы эволюция, то есть, они не делают другой продукт, они делают эволюцию колеса, потому что другой продукт, это сделать совершенно другое колесо, да, с другим диаметром, и с другими вообще каким-то весом, и с другим принципиально другое вообще колесо, под другие цели, то S-19, это колесо, шаг назад в эволюции S-20, да, но логическое, как бы, продление эволюции S-18, объясняю почему, потому что S-18, это было 84 вольта, 2100 ватт-часов, 20-е колесо с подвеской, первое подвесочное колесо компании King Song, в простонародье салат, вот, колесо такое, скажем, из всех плюсов, что у него было, это, вот, я говорю, именно то, что это был действительно маленький вес этого колеса, то есть, оно весило там 25 килограмм, колесо с подвеской, с доработанной, подвеска достаточно годная, и там для каких-то своих целей, там где-то прокатиться, там недалеко, там до 30 километров, грубо говоря, условно, весело, это я в обзоре показывал, можете посмотреть, весело до 30 километров, куда-то прокатиться, в свое удовольствие сгонять, и вот оно, как бы, годный продукт, только в силу всего веса, маленького, то потом, как я понимаю, они должны были там подумать, переосмыслить, и сделать колесо S19, которое стало 100 вольт, и 1800 ватт-часов, 100 вольтовое колесо, на том же диаметре, с схожими принципами работы подвески, с схожей конструкцией, и так далее, то есть, но, S19, и тогда уже, когда уже все уже наелись S19, там все сказали, что, ребят, нам 1800 ватт-часов 100 вольт не хватает, мощности нам не хватает, скорости нам не хватает, километража пробега нам не хватает, нам нужно что-то новое, и тогда они должны были представить, на рынок колесо S20, там S22 Pro, как бы, его не назвали уже теперь, со всеми доработками, вот, которая тоже 20, тоже со схожей подвеской, только теперь уже 126 вольтовый, с большей емкостью батарейки, там, в 2200 ватт-часов, и это как бы логично, то есть, ну, понимаете, логичная революция, и тогда все пришли бы покупать S22, после S19, через какой годик, там, полтора, условно, то нет, выходит совершенно не так, и они делают этот шаг назад, и показывают нам, типа, что вот, там есть теперь колонки, которые нельзя снять, и все такие сразу, бах, за голову, ну, вы что, ребята, мы сидим, все индивидуально, подушки производят для этих колес, а вы просто поставили в задние упоры колонки, теперь их все будут отпиливать, и провода отрезать, там, передние упоры, тоже там ничего нельзя доколхозить, они вот как их выгнули, вот так, и теперь вопрос, кому это надо, кто будет так использовать это колесо, то есть, ну, то есть, они сами себя зажали в эти рамки, и все, как бы, и привет, об этом также Адам говорил в обзоре, ну, тут повторяться сильно не хочу, что, ну, всех индивидуально, вот мне нравятся мягкие кожаные подушки, кому-то нравится, вот говорю, эти большие, огромные упоры, кому-то надо для прыжков, там, ну, чтобы еще и прыжки были, это же, это же все индивидуально, там, размер ноги, там, меньше, там, человек выше, ниже, ему это все надо настраивать, подстраивать под себя, под стиль езды, под все, а тут просто все, ничего нельзя сделать, колесо, с которым ничего нельзя сделать, зато куча света музыки, все моргает, там, это музыкальная ЛГБТ, колонка, как ее называют, там, и реально, форумы, форумы, я читал, форумы взорвались, там, ну, реально взорвались в фейсбуке, иностранные форумы, люди начали там все ржать, там, издеваться, пошли мемы, в общем, как только его там не называли, вот, говорю, мне запомнилось это, говорю, ЛГБТ колонка, ну, это было, да, это было смешно, то есть, говорю, спецификация никакая, колесо будет дорогое, все равно, там, говорит, цена будет, в районе, я понимаю, там, 2600-2700 евро, когда за 300 можно купить из 22 Pro, ну, здесь я просто говорю, я просто не понимаю, да, так тут же и вес еще тоже, да, она там, помню, 32 килограмма, то есть, 22-35, это 32, смысл, 3 килограмма роли вообще никакой не играют здесь, это эволюционные 3 килограмма, то есть, ну, не говорю, что и вот они уже сейчас, и вот там уже тоже, ну, есть, она как бы собранная, прототипы там собранные, вроде кататься никому еще не давали, но показывают, показывают, как я видел, да, то есть, и все сразу включают эту музыку, и смотрят это все, все вот это светопредставление, то есть, понимаете, они, ну, колесо представляют в таком свете, да, то есть, это, ну, как машина, приходишь в салон, там, покупаешь себе, там, грубо говоря, я не знаю, там, там, да, те такие, но я хотел прокатиться, посмотреть спецификации, да не надо, садитесь в музыку, послушайте, смотрите, тут, видите, потолок у нас моргает, видите, вся подсветка у нас моргает, да, это ехать не надо, зачем вам там, там, мотор 1.2 литра, там, 3 цилиндра, ну, то есть, и вот в таком, вот, понимаете, стиле, то есть, и говорю, что для меня это странно, но я не знаю, то есть, что с этим King Song будет, то есть, говорю, если в S18, там, говорю, еще какая-то логика была, говорю, вот, особенно, когда было S18, потом S22, и тут, как бы, понятно, большая разница, 10 килограмм в весе, большая разница, там, тысячу евро в цене, то есть, ну, все логично было, то, как бы, это сейчас уже нелогично, и вот, и вот такое мое мнение, поэтому, мне все сложнее, сложнее снимать какие-то позитивные обзоры, кроме как просто снимать обзоры, где, ну, я высказываю, честно, свое такое негодование по этим всем вопросам, ну, что сделать, в такое время живем, и, говорю, я только что понимаю, что только клиенты могут научить производителей, то есть, ну, делать то, что надо, а не то, что они хотят, поэтому так, останется, как говорится, сильнейший, наверное, самый умный здесь, на этом, ребята, все, да, такой обзор, ждем, паттон, ждем паттон, а дальнейшие, пока, пока судьба дальнейших устройств, какие будут, честно говоря, не знаю, говорю, по мини не хочу, честно говоря, смотреть, экстрим еще не скоро вообще будет, что там, инмоушн готовит нам показать, что-то тоже готовит показать, тоже что-то поменьше, я знаю, когда покажут, когда счет производить, тоже не я, скорее всего, будут показывать опять где-то там, в начале лета, производство там, первых моделей придет, наверное, к концу лета, все будет как обычно, и потом массовое производство зимой, поэтому тут тоже ждать долго, пока столько новостей, поэтому, ребята, все, паттон скоро, всем большое спасибо, за долгий, долгий просмотр, все, всем пока-пока, пока, и,